Всем привет! Это мой пятничный обзор политизированной благосферы. 5 дней и 5 новостей, которые не прошли незамеченные. Главной новостью на этой неделе, конечно, стали страшные теракты, которые произошли сначала в Москве, а потом и в Кизляре. И тут же в благосфере появились штатные провокаторы, которые начали нагонять панику и пускать дезинформацию о том, что им якобы известно о тех станциях метро и о тех объектах, на которых готовятся следующие теракты. Информация эта, дескать, подлинная. Но эти провокаторы настолько набили уже оскомину и даже осточертели, настолько всем хорошо известно, что на эту провокацию никто не повелся, и паники, к счастью, не случилось. В общем, страх не был главной эмоцией среди блогеров на этой неделе. Скорее, это была скорбь по погибшим в результате этих страшных терактов и гнев по поводу тех тварей, которые совершили эти преступления. Найти и уничтожить нелюдей, которые стояли за этими страшными терактами, было, наверное, главным требованием, которое звучало практически из каждого блога на этой неделе. И кажется, власти это требование услышали. Жесткие заявления Путина о том, что необходимо выковырить из канализационных убежищ, недомоченных в сортирах и любительские фотографии Дмитрия Медведева, который спустился на станцию Лубянка для того, чтобы просто почтить память тех, кто погиб в результате теракта 29 марта, облетели весь интернет. Мы ждали этого от наших лидеров. А Твиттер, кстати, стал настоящим средством массовой информации. По крайней мере, утром 29 марта. В первые часы после терактов, в часы и в минуты естественного информационного вакуума, который возникает после таких ЧП, люди черпали информацию, самую нужную, самую оперативную информацию именно оттуда. Туда скидывались ссылки на все публикации в СМИ, которые уже были к тому моменту. Там обменивались ссылками на прямые трансляции, которые развернули главные государственные телеканалы. Там же очевидцы писали, что сейчас происходит в метро, по каким линиям движение закрыто, где можно передвигаться совершенно спокойно, как реагирует милиция и так далее. Хэштег «Метро-29» стал главным хэштегом 29-го числа, а хэштег «Москул» и вовсе стал одним из 10 самых употребимых не просто в кириллическом сегменте Твиттера, а вообще во всем мире. Правда, особо этого никто не радовался. Слишком уж трагическими были причины этого. Новость о терактах в московском метро совершенно вытеснила из информационного пространства скандал, который к тому моменту только успел хорошенько разгореться. Я, разумеется, говорю об желании Никиты Михалкова подать в суд на блогеров, которые отфотожабили афишу к фильму «Утомленные солнцем 2». Правда, Михалков не уточнил, на кого именно он хотел подать в суд. На тех, кто фотожабил, на тех, кто размещал или на того, кто устроил этот конкурс. Очевидно, истец, то есть Никита Михалков, к тому моменту сам еще не определился со своим иском. А вот потенциальные ответчики, то есть блогеры, определяться и не думали. Они просто сразу ответили канонадой из разнокалиберных жжешащих, в которых содержались все те же жабы, да еще, пожалуй, такие комментарии, которые здесь я приводить не рискну. Правда, кое-кто заподозрил Михалкова совершенно в другом, а именно в том, что он пытается развернуть низкобюджетную или вообще безбюджетную кампанию по рекламе своего фильма в благосфере и занимается просто промоушеном своей картины. Но действительно, к определенному моменту уже, мне кажется, каждый обитатель благосферы знал, что премьера фильма Михалкова состоится именно 22 апреля, и все благодаря тем же самым фотожабам. Если это действительно так, то это действительно мощный маркетинговый ход со стороны кинорежиссера. В пользу этого, кстати, говорит и то, что в конце концов Михалков подавать в суд на блогеров отказался. История закончилась к обоюдному удовольствию сторон. Блогеры вдоволь пообсуждали столь любимого ими режиссера, а Михалков, наверное, тоже остался при своих и сейчас будет посчитывать прибыли, ну или убытки от запущенного им вирусника в интернете. По мнению многих блогеров, мероприятие 31 марта на Триумфальной площади, которое провела наша внесистемная оппозиция, им правильнее было бы проводить 1 апреля. Столько глупостей на квадратный метр там произошло. На самой Триумфальной, на мероприятии несогласных, конечно, больше всех доставляли геи, которые, как говорят очевидцы, были привезены аж из самой Рязани. Является ли это новой стратегией 31 и будут ли теперь проходить марши несогласных в форме гей-парадов, мы пока не знаем. Потому что пока несогласные геи маршировали на Триумфальной, недалеко на парке культуры произошло другое ЧП. Там некий православный националист, как он сам представился, ударил главную российскую несогласную снегурочку Алексееву по голове, чем сразу же заработал помещение в обезьянник и осуждение со стороны практически всех блогеров, как прокремлевских, так и оппозиционных, так и нейтральных. Потому что, по общему мнению, людей бить нельзя, какие бы убеждения у этих людей не были. С другой стороны, если бы не эти рязанские геи на митинге несогласных на Триумфальной, да не это ЧП с Алексеевой про стратегию 31, наверное, вообще бы никто не вспомнил и никто бы о ней не говорил. Сами блогеры провал стратегии 31 объясняют в следующем. Люди просто проголосовали ногами. Молодежь пришла на Триумфальную площадь на митинг поколения против террора. Те, кто не хотел митинговать, а хотел просто тихо почтить память погибших в терактах в Москве и в Кизляре, пришли на Лубянскую площадь, потому что туда же пришли все представители средств массовой информации. Они, собственно, тоже проголосовали, проголосовали за большую массовость этих мероприятий и за понятную повестку там. Да и блогеры, в общем, если можно так выразиться, тоже проголосовали ногами. По хэштегам, которые несогласные создали для освещения своего мероприятия в Твиттере, 31 марта и 31 свобода, были репортажи именно с мероприятий про кремлевских молодежек. Несогласными там и не пахло. Таким образом, пал последний оплот нашей внесистемной оппозиции, Твиттер, тот самый ресурс, с помощью которого несогласные еще, кажется, совсем недавно грозились выводить на улице толпы людей. Теперь стало понятно, что это у них точно не получится, и теперь, похоже, стало точно ясно, что стратегии 31 больше не существует. Хорошо это или плохо, я думаю, мы еще обсудим, но то, что это факт, это стало понятно уже на этой неделе. Ну и последнее. На этой неделе, как ни странно, второе дыхание, или даже третье уже, я сбился за счетов, получила история с нюхающим фишманом и дающим взятки Яшином. Причем на этой неделе сами фигуранты дела, а также их редкие защитники, например, человек и диагноз Евгения Альбас, сошлись во мнении, что это была спецоперация спецслужб. Я в таком случае вообще предлагаю издать специальный толковый словарь для несогласных и прочих оппозиционеров. Там, например, будет написано, что если вы оппозиционер и идете в бордель, то это, конечно, спецоперация. И вообще это никакой не бордель, а конспиративная квартира. И, судя по этому толковому словарю, там ждут вас не проститутки, а агенты специальных служб. И порошок вы будете там не нюхать, а осуществлять экспертизу вещдоков. И когда эти проститутки снимут с вами хоум-видео и выложат его в сеть, это будет называться никак иначе, как провал явки. Но это, конечно, лишь в том случае, если вы оппозиционер. Илья Яшин, например, вообще сказал, что после этого всего у него развилась паранойя, и у других оппозиционеров тоже. Я думаю, может быть паранойя и объяснить тот бред, который они наговорили на этой неделе. А пока у меня все. Всем счастливо. До следующей пятницы.